Дизайн-код существует, чтобы его нарушать? Ивановские предприниматели изобрели способ обхитрить новые правила размещения информационных материалов. Вот только он не работает. Владелец этой аптеки на улице генерала Хлебникова согласовал в мэрии вывеску в соответствии с дизайн-кодом, а установил, как попало. Нарушение в ходе очередного рейда выявила комиссия городской администрации. Смотрите вопросы по вашей вывеске, по вашему информационному материалу на фасаде здания. Она размещена недолжным, но образом в соответствии с проектом, с дизайн-кодом города Иваново. Ответственная кто за размещение информационных материалов у вас? Не я. Не вы. То есть здесь осуществление деятельности индивидуальный предприниматель осуществляет? Мы тогда поступим следующим образом. Оставим ей извещение о вызове, и когда уже непосредственно она к нам придет, мы с ней пообщаемся. По существу указанного вопроса. По правилам размещать вывеску на балконе или козырьке нельзя. Надпись в строго определенном для каждой улицы формате крепится к стене дома. Конечно, многим предпринимателям кажется, что на фоне общего визуального шума такая вывеска потеряется. Вот только этой пестроты меньше не станет, пока каждый не начнет с себя. Ну, пока что, конечно же, неправомерно размещенных конструкций, наверное, еще большинство в городе. К сожалению, мы тут обратили внимание еще на одну неприятную тенденцию. У нас, значит, предприниматели ознакомливаются с дизайн-кодом, понимают, как должна быть размещена информационная конструкция в соответствии с ним, уведомляют нас о размещении в соответствующем дизайн-коду, а по факту выясняется, что размещена информационная конструкция совершенно иным образом. То есть, видимо, расчет на то, что администрация сидит, какую-то кабинетную работу, может, думают, проводит. Но обмануть систему не так просто. Специалисты администрации следят за единообразием в вывесках на регулярной основе. Кроме того, в течение месяца с момента подачи документов проверяют узаконенную вывеску. Нарушение карается штрафом. За данные вывески предусмотрена административная ответственность согласно статье 6.7 закона Ивановской области о административном правонарушении. Если, согласно части первой указанной статьи, санкции штрафные составляли от 1000 до 60 тысяч рублей, то за повторное правонарушение в отношении данной статьи, что предусмотрено частью второй, нарушение штрафные санкции составляют от 3 до 150 тысяч рублей. Ситуация уже начала меняться к лучшему. С момента вступления в силу новых правил в мэрию поступило 650 заявлений от предпринимателей на размещение вывесок. 440 из них внесены в реестр. Теперь главное донести до всех собственников конструкций. Соблюдение дизайн-кода на бумаге не освобождает от ответственности за нарушения в реальности. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.